30 концертов на пяти площадках за шесть дней. Сочи, получив большой опыт во время культурной олимпиады, хорошо знает, как развлечь гостей крупных мероприятий. Атмосферу праздника на городских площадках создавали 132 творческих, образцовых и народных коллектива города. Настроение поднимали и футбольные фристайлеры, а еще заслуженные артисты страны. Олеся Евстигнеева-Соченко. Ее творчество знают далеко за пределами курорта и даже страны. Она – экс-солистка ансамбля «Русская песня», участница популярных музыкальных шоу. Говорит, не могла не выступить на родной сцене во время такого масштабного футбольного праздника. Я сама уроженка города Сочи. Я очень рада, что именно в этом моем любимом городе проходят такие масштабные мероприятия. Мне очень радостно, что я принимаю участие в праздничном мероприятии, которое проходит в рамках Кубка Конфедерации. Здорово! Свою культурную программу на время Кубка Конфедерации подготовили городские библиотеки и музеи. Музей спортивной славы, например, развернули целую экспозицию, посвященную футболу. Здесь и рассказ об известном сочинском футболисте Славе Митревелле, о развитии футбола на курорте сегодня, а еще история этого вида спорта в почтовых марках. Роман и Андрей приехали в Сочи специально на Кубок Конфедерации, посетили несколько матчей. А в музей пришли узнать еще больше о Кубке и предстоящем чемпионате мира. Вообще великолепно. Первый раз на самом деле на матчах такого уровня. Понравилось просто неимоверно. Спорт все это взаимосвязано, поэтому решили зайти посмотреть. Здесь мы ни разу не были. И очень интересно. Культурную программу футбольного Кубка Конфедерации уже посетило 100 тысяч человек. Впереди еще несколько дней футбольного праздника. Финал культурной программы 2 июля – день закрытия Кубка. Все наши площадки будут работать в режиме нон-стоп. Именно 2 числа на Южном Малу будет наша основная площадка, где будут сосредоточены все гости, все самые лучшие коллективы, которые будут давать культурную программу. И великолепно организован интерактив со зрителями. И фристайлеры будут работать. 2 июля в 21 час на больших экранах главных площадок Кубка Конфедерации пройдет трансляция финального матча. Гостей ждут выступления артистов российской эстрады и праздничный салют в честь завершения главного футбольного праздника года. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Николай Тихонов, Алексей Давыдов. Телекомпания ФКТ.